Кто меня наказал? Кто? Ты меня наказал? Кто меня наказал? Трестный тенге должен ботить. Вам чего, блядь, мало что ли? Грабеж. Так жители столицы назвали необоснованные завышенные тарифы на электроэнергию. В связи с этим жители Сараркинского района встретились с представителями энергослужащих компаний. Мы же в одном государстве живем. Вы мне скажите, трестный тенге за тариф, это есть такое? Ну норма у нас. Вы представляете, в городе 14 тенге, а мы платим по 19,53. Как это так? В октябре 70 кВт и здесь 450, 670 кВт. Как это возможно? Вот это я не понимаю. И за два месяца у меня сейчас 900 вышло. Есть еще дифференцированный тариф. Это по количеству проживающих. То, что вы говорите. Для потребителей, использующих электрические плиты, минимальный тариф это до 90 кВт, это 12,95. Свыше 90, от 90 до 180, это 20,71. И максимальный тариф, это когда, например, свыше 180 кВт, это 25,84. Выбор энергоснабжающей организации, это выбор потребителя получается. У них дешевле, у нас дороже. Но вы пока у нас находитесь. Чтобы перейти в эту энергоснабжающую организацию, вы приходите к нам, оплачиваете полностью, какая-то задолженность по показаниям на сегодняшний день и переходите в Астана Энергосбыт. Ну вот, если бы дешевле, что сами бы звонили, то звание бы передавали. Ну потому что по факту это ваши подразделения. Вы меня, вы шучи, поплачиваете. Это кто сделал так, чтобы я должен быть сам, чтобы я не забыть, а у вас. Проблемая проблема? Какая решаемая? Я вас найти не могу, теми жёл. Я езжу месяц, не могу найти вас, теми жёл. Где вы? Где вы? Если контролер не может попасть, третий, если потребитель сам не передаёт, тогда есть пункт 64, правило пользы этой энергии. Я последние известные начисления могу начислить в этот месяц, но не более трёх раз. Не более трёх раз. Но мы никогда не злоупотребляли, у нас там бывало случаи, один раз, может, один месяц, но не более. После трёх раз, после трёх раз, если опять у нас будет недоступа, мы будем просто вынуждены отключить от электронной объекты. По итогу собрания горожане не смогли договориться с представителями энергообслуживающих компаний. Проблемы жителей остались нерешёнными. Останчане потребовали номера отделений. Те, в свою очередь, пообещали урегулировать некоторые вопросы касательно снятия показаний, а также заверили, что готовы провести ещё одно собрание через неделю.